Вы слушаете канал жаж.клаб, украденную нацистами картину вернули 101-летние голландки. Более 75 лет назад немцы украли портрет Стивена Уолтерса, у отца Шарлотты Бешофф ван Хемскерк. Во время Второй мировой войны Джоан Хендрик Смит ван Гелдер пытался сохранить свою коллекцию картин голландских старых мастеров в безопасности от немцев. Но в 1945 году нацисты разграбили его галерею. Было украдено много работ, в том числе произведение Каспара Ницшера 1683 года под названием «Портрет Стивена Уолтерса». Теперь, более 75 лет спустя, картина была возвращена его дочери, Шарлотте Бешофф ван Хемскерк, которой 101 год. Она планирует продать украденное произведение на аукционе в следующем месяце через Сазебис в Лондоне, который ожидает, что оно будет стоить от 36 тысяч до 61 тысячи долларов. Согласно заявлению Сазебис, Смит ван Гелдер жил в Арнеме, городе на востоке Нидерландов, где он работал директором детской больницы. Когда он был свободен от работы, то посещал художественные галереи и болтал с дилерами, скупая все произведения, которые мог себе позволить. Со временем доктор собрал коллекцию из более чем 25 работ голландских старых мастеров, таких как Якоб Дэвид, Соломон ван Рюйсдал, Ян ван Хейсум и Якоб Охтервельд. Одна из этих картин – «Портрет Стивена Уолтерса», висела в столовой семейного дома, прямо за креслом молодой Бешофф ван Хемскерк. В 1940 году Германия вторглась в Нидерланды, и нацисты сосредоточились на внушительной коллекции доктора. Стремясь сохранить свои картины в безопасности, Смит ван Гелдер перенес 14 своих самых любимых работ в Амстердамский банк в Арнеме и поместил их в хранилище. Четыре года спустя союзные войска прибыли к северу от Арнема и попытались войти в Северную Германию. Эта попытка известна как «Операция Маркет Гарден». Потеряв три четверти своих людей менее чем за две недели, солдаты союзников отступили. Немецкие войска эвакуировали Арнем и украли все, что могли унести. Они ограбили хранилище Амстердамского банка, забрав с собой все 14 драгоценных картин Смитта ван Гельдера. Человек, который, вероятно, украл произведение искусства, был нацистским лидером Гельмутом Тиммлером, сообщает Джек Малверн из Таймс. После войны голландские власти разыскали и вернули восемь из этих картин Смитту ван Гелдеру, но не смогли найти оставшиеся шесть. Бишофф Ван Хемскерк потратила годы на поиски этих произведений, особенно «Портрет Стивена Уолтерса», который имел для нее особое значение. «Однажды, около 15 лет назад, она даже ошиблась, когда увидела копию картины 17 века в слот «Зеист» в Нидерландах. «Мы все очень скучали по этой картине, потому что она была частью нашей повседневной жизни», — говорится в заявлении. Эта замечательная картина, красиво написанная, с тонким сочетанием цветов на чудесном пальто и выражением лица натурщика, которая показывает, что он щедрый человек, впечатляющий мужчина. Фото «Смитсенианмак.ком» Тем временем лондонская некоммерческая организация «Коммиссион фолутет арты на Еропе», которая помогает воссоединять семьи и сообщества с разграбленным имуществом, также занималась поисками пропавшего портрета. Проведя небольшое расследование, комиссия выяснила, что картина впервые появилась в галерее Дюссельдорфа в 1950-х годах, а затем была продана с аукциона в Амстердаме в 1969 году. В 1971 году портрет купил частный коллекционер из Германии. Комиссия провела переговоры с коллекционером и, в конце концов, пришла к соглашению, вернув портрет Бишофф Ван Хемскерк в 2021 году. По словам Дали Альберги из Гардиан, Бишофф Ван Хемскерк решила продать картину, чтобы ее семья могла извлечь выгоду из выручки. По ее словам, хотя отец умер в 1969 году, он был бы «так счастлив», узнав, что портрет ей вернули. «У меня было пять братьев и сестер», — рассказывает она The Guardian. «У меня никогда не было ощущения, что это мое. Это из семьи». Герой портрета, Стивен Уолтерс, был богатым голландским купцом и коллекционером произведений искусства. Нитчер написал портрет Уолтерса в 1683 году, искусно изобразив ценную одежду торговца, которая, вероятно, была сделана из иранской шалковой ткани. Портрет Стивена Уолтерса, на самом деле является второй картиной. Возвращенной семье за последние годы, они также воссоединились с «устричной едой» Джейкоба Охтервельта в 2017 году, которую продали на аукционе за 2,4 миллиона долларов. Продолжение истории читайте на сайте jah.club